Ростов, сегодня это сильный пожар со взрывами в здании погрануправления ФСБ на Сиверса. Это стажировка для бизнеса и властей от Минпромторга России, федеральная практика и субсидия при рождении ребенка для тех, кто взял ипотеку с господдержкой через агентство жилищных программ. А также куклы-обереги от волонтеров для участников спецоперации и новый дом для павлинов из Солидара в парке Лага. Ростов, сегодня это поход на Старый Базар за продуктом, без которого яичница так останется растопленным на сковородке маслом. А еще это убежавшие от наших баскетболисток с поражением от нефтяника 10 место премьер-лиги, открытие выставки «Маршируем в победном строю» с экспонатами музея «Сталинградская битва» и плюс 15 при стихшем ветре за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Взрывы, огонь, черный-черный дым. Сегодня днем начала распространяться информация о пожаре на Сиверса, причем довольно разнообразная и противоречивая. Ведь вспыхнувшее здание принадлежит погрануправлению ФСБ. И, естественно, стали возникать версии об атаке извне. Но давшись свое разъяснение губернатор, такие предположения опроверг. И вот, что стало известно нашей съемочной группе. О пожаре на территории погрануправления ФСБ очевидцы сообщили сегодня в половину первого дня. Говорили, слышали взрыв. И вот официальный комментарий от губернатора. Из-за короткого замыкания загорелись хозпостройки. Огонь охватил 800 квадратов. Известно об одном пострадавшем. Проспект Сиверса сразу перекрыли для автомобилей. На место пускали только спецтранспорт. Полтора десятка пожарных машин, следком, военную автоинспекцию, газовую службу и аварийку водоканала. Позже проезжую часть закрыла собой коммунальная техника. Людей просили отойти на безопасное место. И несколько раз это место становилось все дальше от горящего здания. На камеру очевидцы говорить отказались. А силовики просили дождаться официальных комментариев, чтобы не распространять фейки. Угрозы соседним многоэтажкам не было. Но людей эвакуировали на всякий случай, сообщил губернатор. Это здание – гаражный бокс. Пожар начался в ремонтной мастерской. От огня стали взрываться емкости с горюче-смазочными материалами. Две стены обрушились. В ЦОС ФСБ сообщили, есть пострадавшие. Потушить пожар удалось за три часа, примерно в 15.40. Сразу несколько аварий с переворотом машин произошло в Ростове и области за минувшие сутки. Причем одна из них вопреки законам физики. Их данные в сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Также у меня сегодня икона и старинные золотые и серебряные монеты конца 19 века, которые переселяются из частных коллекций в музеи. Hyundai Accent нокаутировал большегруз. Неравный бой произошел на трассе М4 Дон минувшим вечером. 30-летний водитель легковушки двигался из Ростова в сторону Новочеркасска. В какой-то момент выехал навстречу и ударил грузовой автомобиль МАН. Да так, что тот перевернулся на бок. После такого мощного удара виновник аварии с травмами отправился в больницу. 61-летний водитель грузовика серьезно не пострадал. Еще один нарушитель ПДД перевернул другого участника дорожного движения. На этот раз кроссовер Volkswagen попал под раздачу Lada Vesta и перевернулся на крышу. ДТП случилось на кольце Малиновского. Отечественная легковушка не пропустила ехавший по кольцу Volkswagen. Никто не пострадал. Пенсионерка погибла под колесами машины, пытаясь перебежать дорогу на красный свет. Было это в Волгодонске на бульваре Великой Победы. В темное время суток 74-летняя женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 27-летний водитель легкового авто не успел вовремя среагировать. От травм пенсионерка скончалась на месте. Не успел водитель пассажирского автобуса выехать на маршрут, как тут же сошел с него в ремонт. Причем не по своей вине. На перекрестке 45-летний водитель ВАЗа-2111 не предоставил преимущества автобусу и въехал в него. Виновник аварии в больнице, в автобусе никто не пострадал. Он ехал без пассажиров. Старинные монеты и икона XIX века пополнят хранилища музеев. Они переданы Управлению Минкульта России по ЮФО и СКФО. 9 серебряных и золотых монет 1854-1899 годов привез россиянин из Стамбула в Ростов и пытался незаметно пронести через таможенный контроль. Но их нашли и изъяли. Экспертиза установила это культурные ценности, хотя нарушитель утверждает, что этого не знал. А икону пыталась вывезти из России в ручной кладе женщина, утверждая, что это муж-коллекционер, купил на барахолке. Но ценность ее от этого меньше не стала. Дорожный трехстворчатый складень из латуни и эмали к конца XIX века изъяли. За недекларирование и нарушение запретов при вывозе культурных ценностей возбуждены административные дела. И суд решил монеты и икону конфисковать и пополнить ими коллекции музеев. На этом все. До встречи. Таврида-2. Так будет называться новая трасса, которая свяжет Крым с Ростовской областью. Подготовку к ее строительству начал Росавтодор. О старте работ рассказал в интервью телеканалу Таврия в Рио главы Херсонской области. Ведь трасса Ростов-Джанкой пройдет по территории этого региона. Проектирование. Это геодезические и геологические изыскания, которые уже сейчас ведутся полным ходом. Поэтому все, что связано с подготовкой к строительству этой новой автострады, которая дальше пройдет и замкнет кольцо современнейшей автострадой вокруг Азовского моря, она уже идет. Уже завозится щебень, уже готовится битум, уже готовятся все те составляющие, которые нужны для строительства дороги. У новой трассы длиной 600 километров через Ченгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск будет четыре полосы движения. И, кстати, она получит категорию «Нескоростной». Предельная скорость 90 километров в час. Стоимость строительства оценивают в 350-400 миллиардов рублей. Предприниматели из регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, собрались сегодня в Ростове на выездную стажировку Минпромторга России под названием «Федеральная практика». По итогам двух дней она должна завершиться конкретными планами развития промышленности субъектов России. Три сотни представителей бизнеса, институтов развития и промышленных министерств российских регионов, в том числе четырех новых субъектов, стажируются в Ростове по программе Минпромторга России «Федеральная практика». Такая стажировка проводится у нас уже в третий раз. Сегодня наша ключевая задача на этом мероприятии – это сделать так, чтобы каждый представитель бизнеса знал все необходимые меры поддержки для развития и открытия своих предприятий. Потому что не все предприятия загружены на новых наших субъектов. Поэтому меры поддержки позволят, безусловно, закупить необходимое оборудование, выстроить кооперационные связи и запустить эти предприятия на полную загрузку. Ростовская область остается одним из ведущих экспортеров страны и во многом благодаря взаимодействию с Федеральным центром. Новые возможности открыла предыдущая из таких стажировок, где обсуждали вопросы формирования единой региональной субсидии. Наша область после этого активно включилась в эту работу, благодаря чему смогла привлечь существенные средства федерального бюджета на докапитализацию нашего регионального фонда развития промышленности. Ну и в целом вот эта работа с федеральными органами власти, те мероприятия, которые проводятся правительством области, позволили обеспечить рост промышленного производства. У нас индекс по итогам прошлого года промпроизводства составил 107,8%. Программа «Федеральная практика» – это системная работа с регионами, постоянный обмен опытом и лучшими практическими проектами, синхронизируют региональные проекты с федеральными, помогают выстраивать единую промышленную политику. Кульминацией данного мероприятия ставят не только начитка лекций или какой-то диалог с представителями профильных департаментов, а дорожные карты развития промышленного производства конкретных субъектов Российской Федерации. Данный документ будет утвержден заместителем министра промышленного торгового Российской Федерации Алексеем Беспрозванных, руководителем конкретного региона и министром. Это будет его некий KPI, насколько он эффективно выполняет свою задачу. Формат таких выездных стажировок создан в 2017 году и уже дает отличные результаты, говорят организаторы. И сейчас в Ростове за два дня работы участники должны получить новые навыки, знания и инструменты для развития промышленного производства. Татьяна Цепелева, Андрей Токарев, 1-й Ростовский. Семья Бродовских получит бюджетную субсидию в связи с рождением ребенка. Ее сумма – половина регионального материнского капитала, то есть 69 тысяч рублей. Получить эти деньги помогает областное агентство жилищных программ, тем, кто брал через них ипотеку с господдержкой. И направить субсидию можно только на погашение основного долга по кредиту. Мария и Никита Бродовские поженились два года назад. До этого жили на съемной квартире, а после свадьбы решили купить свое жилье. И обратились за помощью в агентство жилищных программ Ростовской области. Документы собрали за месяц, а в конце декабря 2021-го взяли квартиру в Суворовском. Я приехала, привезли все документы, нам позвонили, сказали, приезжайте, забирайте сертификат. Все, мы приехали, подписали, и быстренько все получилось. Потом квартира и все. И начали переезжать и все остальное. По программе нам подходила новостройка в течение года, которая сдана, и решили на Суворовском. Очень понравился район, ну и выбрали так. Ипотеку семья оформила под 5,85% годовых, и ей будут субсидировать процентную ставку 5 лет по 7 396 рублей в месяц. А в конце прошлого года у Бродовских родилась дочка Вероника, и теперь они получат дополнительную поддержку – бюджетную субсидию в связи с рождением ребенка. Размер помощи 69 тысяч рублей, то есть половина регионального маткапитала. Сегодня подписан соответствующий договор. Да, это у нас дополнительная мера действия для наших участников программы. То есть, если человек приобрел жилье с помощью мер государственной поддержки, которые реализуют агентства жилищных программ, и в течение первых 5 лет пользования кредитом у семьи появляется первый ребенок, либо третий, у нас предусмотрена дополнительная поддержка. Эта поддержка в виде субсидий дается на погашение кредита. Размер в 2023 году составляет 138 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. И 69 тысяч рублей при рождении первенца. Деньги поступят на счет в течение пяти дней после подписания договора с агентством. Средства эти целевые, и их можно направить только на погашение ипотечного кредита. Стать участником программы приобретения жилья с помощью агентства жилищных программ просто, при соответствии двум критериям – постоянная регистрация в Ростовской области и отсутствие своих квадратных метров. Инна Билан, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Создадим оберег «Ангелам России» – так назвали новую акцию, объединяющую несколько поколений волонтеров. Традиционные русские обереговые куклы-подорожницы по задумке должны помочь мобилизованным землякам пройти фронтовые дороги и путь домой. «Будем сегодня делать чудо. Это чудо называется вот такой милой, очаровательной подорожницей. Подорожница – это особый символ, который позволяет путнику вернуться домой. У неё в руках очаровательный маленький крошечный мешочек». А в мешочке зерно, как символ сытости, свёрток с распечатанной молитвой и красная нить, которая непременно приведёт домой. Содержание символично, как и сама кукла. На Руси таким придавали большое значение и считали, что они лечат любые болезни. Подорожница – обереговая кукла, которая помогала путникам. А сейчас, по задумке волонтёров, должна помочь военным. «Сегодня мы их делали для наших защитников, для воинов. Хотим, чтобы они всегда были сыты и вернулись всегда домой живыми, здоровыми». Восьмилетний Савелий Веселов хочет стать спецназовцем. А пока защищает солдат. Сделал сразу два оберега. Признаётся, было сложно, но помогли взрослые. И даже разрешили оставить вторую куклу себе. «Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были сильнее, чтобы вы нас защищали и прошли войну». Обереги делаются несколькими поколениями волонтёров – от второклассников до пенсионеров. Мастерица Любовь Носова – педагог со стажем. Раньше преподавала русский язык и литературу, теперь учит взрослых и детей рукоделию. «Я просто не могу по-другому жить. Я сама придумала, что это кому-то нужно. А оказалось, на самом деле, буквально вчера у меня был мастер-класс с детками старших классов. Они пришли сюда, и одна девочка говорит, а можно я вас обниму? Мне так хочется. Вот обнимашки – это хороший знак». В музее сельского дома культуры атмосфера русской избы. Куклы-кубышки, обереговые куклы, ковры и вышитые покрывала, созданные несколькими поколениями сельчан, многим предметам больше ста лет. Волонтёры наколдовали два десятка оберегов и отправят их на передовую с партией гуманитарки. Такие акции проходят по всей области и объединены в одну с хэштегом «Мы вместе». «Волонтёры культуры включились в эту работу. Это также такой небольшой оберег для наших ребят, который также напоминает о их семье, о тех ребятах, школьниках, волонтёров, которые непосредственно хотят хоть частичку своей души отдать непосредственно нашим ребятам. Сегодня каждый вовлечён в сопричастность к помощи семьям мобилизованных граждан, бойцам специальной военной операции, родственникам и многие-многие другие категории». «Мы вместе» – это не только обереги и гуманитарка. Волонтёры уже обработали 2700 заявок от семей военнослужащих. И это юридическая и психологическая помощь, решение бытовых проблем и так далее. Арина Николаева, Анастасия Мартынова, Владимир Савилов, Первый Ростовский. Павлинов из Донбасса приютил Донской парк. Ярких птиц подобрали в Солидарий бойцы ЧВК «Вагнер» и передали волонтёрам. Активисты начали искать новый дом для беженцев семейства Фазановых и нашли его в Ростовской области. Поселить у себя редких пернатых согласился парк «Лага». Идеальную кражу продемонстрировал кот по кличке «Ловкая лапа». Из-под носа пса он увёл целую миску корма, и тот ничего не смог сделать. Наш корреспондент Екатерина Лободина заметила это дерзкое преступление через интернет и готов рассказать, что ещё повеселило или расстроило ростовчан в сети. Ещё раз сообщение обсуждали проверку машинки для стрижки прямо в магазине, защиту аккумулятора с варкой и объявлением, и балкон-замок. Подробности сейчас расскажу. Кому магазина, кому и парикмахерская. Товар в магазине бытовой техники проверил на себе маленький ребёнок. Пока мама отвлеклась, малыш подбежал к стенду с образцами машинок для стрижки, дотянулся до одной и стал опробовать. Естественно, использовал для этого свою голову. Малыш не поранился, но нестандартной прической себя обеспечил. Некоторых пользователей такая ситуация возмутила. Они недовольны матерью ребёнка. Смотреть нужно за малышом, а то он ещё и не такое сделает. Другие вступились за родительницу. Дело не в том, что мама не смотрела, а в том, что дети слишком шустрые. А кто-то решил, что надо было уже завершить стрижку на месте. А то как-то несимметричненько получилось. Ловкость лапы и никакого мошенничества. Фокус с исчезновением собачьего корма показал кот в тот момент, когда пёс обедал. Из-под носа пса он увёл целую миску. В отличие от собаки, пользователи это повеселило. А многих даже восхитило. Технично-то как? Вот она была и нету. А пёс бедный даже не понял, что случилось. Пришлось доедать остатки с пола. Видимо, владелец этого отечественного авто устал от постоянных попыток украсть его аккумулятор. И решил предупредить воров заранее. Этот манёвр не удастся. Так на капоте и написал. Аккумуляторная батарея заварена. Не трать время зря. Неизвестно, прислушался ли кто-то к его совету. Но подписчики успели оценить состояние легковушки. Тот момент, когда аккумулятор это стоимость одной пятой автомобиля. А кто-то предостерёг, что такое объявление может вывести грабители из себя. Задеть их профессиональную честь и они примут это как вызов. Или снимут за такую наглость неприваренные колёса. У всех балконы как балконы, а у меня замок. Так, возможно, подумал владелец квартиры с необычной отделкой этой её части. Подписчики сразу предположили, что там живёт лорд Тесыжевский. А некоторые возмутились, что такие умельцы портят общий вид здания. И лучше бы им такого самоуправства не разрешали. Это моя последняя новость на сегодня. Спасибо, Катя. А мы продолжаем. Цыплят по осени считают, а цены на яйца перед Пасхой. Так говорит завсегдатый Старого базара Лидия Романченко. Наш обозреватель Прилавков заранее опрошлась по яичным рядам, чтобы было с чем сравнить цены через месяц, когда начнётся пасхальный ажиотаж. Я вам даже больше скажу. Первые подвижки цен ощущаются уже пару недель точно. Предпраздничный ажиотаж, на который многие товары реагируют повышением цены, у такого продукта, как куриные яйца, бывает только раз в году на Пасху. В 2023-м она выпадает на 16 апреля. На уровне 100-130 рублей домашние яйца держались с прошлого лета. Ни салатный Новый год, ни сытная блинами масленица не колыхнули ценники. Однако март оказался переломным. Ценники отогрелись, как почки на абрикусовом дереве. И пока идёт пост, яйца потихоньку начинают набирать, с первых мартовских дней прибавив двадцатку. Разброс цен зависит от калибра и содержимого яйца. Чем оно ярче, по вкусу и цвету, тем дороже. Отечество на пухове лечене яйца. По свежести оно всё одинаково, по величине. Бывает ещё привозим дружок ковое яйцо. Похолодание у нас прекращается, яйцо немножко начинает больше куры нести. Но в зависимости от желтка повышается цена. Если светлый желток, всегда яйцо было дешевле. Если оранжевый хороший желток, всегда это дешевле. И горлыкские несушки дают и оранжевые, и жёлтые желтки. Зависит от того, чем кормят кур и их породы. Есть куры Ломан Браун, это красные куры. У них красная шкарлубка, и, естественно, желток бывает светлый. Если вот такое перламутровое, то здесь желток будет обязательно оранжевый. Когда люди собираются на пластовицу покупать, обязательно просят, чтобы разбили. Читается, что яркий цвет желтка – показатель высокого содержания витамина А и прочих полезных для человека витаминов. Д, Б, 2, Б, 12, йода, ну и не забываем про белок. Что же касается потенциальных яичных опасностей, вроде сальмонеллеза, за этим строго следят не только хозяйство, но и рынок. Это у нас врачи проверяют яйцо. Мы ходим, как только приезжаем, сразу ходим на проверку, проверяем яйцо, оплачиваем за проверку, и врачи только когда выписывают на бумажечку, мы ставим сюда яйцо для продажи, потому что покупатель может в любое время спросить, есть ли у вас проверка на яйцо. При этом не стоит забывать, что среднее яйцо содержит 210 мг холестерина, так что не стоит злоупотреблять этим продуктом даже по праздникам. На этом у меня все, до встречи. Спасибо, Лида, а мы переходим к спорту. Лучший результат, которого могли добиться в этом сезоне наши баскетболистки – 10 место, при том, что вообще в премьер-лиге их 12. И решалось все в матче непосредственных конкурентов. Как он прошел, видела на месте наш спортивный обозреватель Марина Черных. И сейчас об увиденном расскажет. Да, в центре игровых видов спорта на Комарова была битва местного масштаба. Не прошли в плей-офф, так хотя бы попасть в десятку. К этому матчу предпоследнему в сезоне «Пересвет Юфу» пришел с «Нефтяником» почти на равных. По шесть побед. У нас на одно поражение больше, а у «Амичек» игра в запасе. Но наши проблемы с составом так и не решились, только расширились. В заявке нашего клуба 10 человек. Но это не значит, что все будут играть. Просто по регламенту меньше нельзя. А по факту Павлюченко и Масько еще не восстановились с травмами. А Елена Михайлова простудилась. По сути, тройка, которая могла бы сделать игру на скамейке. И в такой ситуации редчайший случай. Екатерине Осиповой пришлось отыграть все 40 минут. А тут еще в начале игры неожиданно вылетает отдащик с повреждением. И пришлось выходить травмированной Масько. Начали наши вроде бы красиво трешкой Дашкевич. Но тут же соперницы ответили трешкой, потом двушкой. И «Пересвет Юфу» вперед больше не выходил. А «Мички» быстро убежали в отрыв на 11 очков. После первой четверти у нас минус 10. В планах не было сегодня выходить на площадку. Но просто такая ситуация, что пришлось, получается. Пришлось помогать девчонкам. Конечно, тяжело. Но когда адреналин такой, то ты начинаешь забывать, наверное, о травме. Посмотрим, как завтра будет. Ни о каких позициях уже нет и речи. Иногда приходится играть в четыре больших. Но девушки бьются. В начале второй четверти больше двух минут не подпускают гостей к кольцу. И сокращают отставание до одного дальнего броска. Но нефтяницы начинают забрасывать трехочковыми. Мы постепенно снова отстаем. И к большому перерыву приходим при минус 14. Больше подвигов нам не удается. Во второй половине встречи нефтяник постепенно наращивает преимущество. Еще четыре очка уступаем в третьей четверти. Ну а в четвертой все уже покатилось. И как итог минус 30. 63-93. Мы уже больше полгода еле-еле живем. Мы сейчас подключили некоторых молодых игроков, которые вообще далеко до этого уровня. И они молодцы. Те, которые травмированы, которые заболели, это только из-за того, что нас мало, ротации далеко-далеко не та. И потом получается, что и травмы, и болезни, иммунитет, перелеты. Все идет как цикл, который негативный. Но на самом деле, я думаю, что они показали, что хотят бороться за Пересвет Юфу и за Ростов. Закрывает сезон Пересвет Юфу в воскресенье матчем с замыкающим таблицу московским «Динамо». Но эта игра ничего для команд не решает. Гости останутся последними, а мы предпоследними одиннадцатыми. Марина Черных, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Китель Малиновского с маршальскими погонами, парадный мундир маршала Буденного и знамена поверженной Германии. Теперь можно увидеть в Старочеркасском музее-заповеднике. А еще боевые награды и оружие. Сегодня там открылась выставка «Маршируем в победном строю» из фондов музея «Сталинградская битва». Посвятили ее 80-летию победы в этой битве и первому параду победы, который прошел в Москве в июне 45-го. И битва за Сталинград, и потом освобождение Ростова связаны с командующим Южным фронтом Родионом Малиновским. Совинформбюро сообщило, 14 февраля войска Южного фронта, сломив упорное сопротивление противника, овладели городом Ростов-на-Дону. Потом Малиновскому было присвоено звание маршала, и вот он, его китель уже с маршальскими погонами. Конечно, для многих Сталинград остался в сердце, и они очень многие сами привозили и передавали свои подлинные вещи. А после их смерти это стало традицией для родственников, которые стали передавать награды, какие-то еще вещи, которые они находили. К первому параду Победы были пошиты мундиры цвета морской волны, и вот в этом, 24 июня 1945 года, на трибуне стоял маршал Буденный. Из музея «Сталинградская битва» привезли и его золотой знак – почетного гражданина номер один города-героя Волгограда. В июньском параде на Красной площади участвовали 12 маршалов и 249 генералов, многие из которых командовали войсками в Сталинграде. В параде Победы 24 июня 1945 года 50 капельместеров и 1313 музыкантов исполнили 36 мелодий. Впервые за четверть века прозвучала слався Михаила Глинки. Говорят, в окопах атеистов не бывает. Участник обороны Сталинграда Иван Павлов на пепелище одного из домов нашел Евангелие – маленькую походную книжечку. Взял ее с собой, читал и говорил – с ней я шел и не боялся до 45-го. После демобилизации он не вернулся в родное село, а поехал в Загорск, в Троицкую-Сергиевскую лавру, принял пострих и впоследствии стал духовным архимадридом Кирилла и духовным наставником двух наших патриархов, как раз Алексея II и Пемена. Конечно же, мы приглашаем на эту экспозицию, поскольку она будет у нас находиться до октября месяца. Все ребята, молодежь смогут прийти сюда и по Пушкинской карте. Мы приглашаем и гостей, и взрослых на эту уникальную экспозицию, где можно будет посмотреть ордена, мундиры Победы 45-го года, 24-го июня, который первый парад Победы состоялся в Москве. И еще обратите внимание на личные вещи маршалов Жукова и Рокоссовского и медаль номер один за оборону Сталинграда, командующего 64-й армией Михаила Шумилова, того, кто первым допрашивал пленного фельдмаршала Паулюса. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Ветер в Ростове стихает, и завтра от еще недавнего порывистых 9 метров в секунду останется всего три. Правда, подует с севера, а значит, с дыханием недалеко ушедшей зимы. И хотя на термометрах днем уже плюс 15, пасмурное небо может покапать дождем. Подробнее обо всем этом расскажет наш начитавшийся народного календаря Метеокор Иван Полехин. Ростовчане, согласитесь, весна берет свое, и мы уже можем гулять на пока еще свежем, конечно, достаточно, но уже весеннем воздухе. А сохранить свободу движения поможет современный медицинский аппарат Алмак+. Горожане, а вы следите за нашим с вами любимым народным календарем. Если нет, то я вам сейчас все расскажу. 16 марта в нем, Евтропия в день. Именно в этот день наши предки обычно просили солнца растопить последний снег. Ну, в нашем городе солнцу трудиться не над чем, снега уж давно нет. Ну, соответственно, солнце спряталось спокойно спить за облаками пасмурно сегодня в Ростове. Ну, а второй приметой этого дня было то, что именно 16 марта обычно медведи вылазили из своих берлуг. Ну, и тут календарь предков немного запаздывает. В ростовском зоопарке медведи уже проснулись неделю как, а белые так и вообще не ложились. Ну, а при какой погоде они будут заниматься своими делами, ну, к примеру, завтра, расскажу буквально через 30 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воздуха растет, а в горове становится как будто холоднее. Такая вот вроде бы нелогичная ситуация. Но сегодня ночью плюс 10, а в пятницу днем плюс 15, но прохладно, как сегодня. Ветер развернется и подует с севера, хотя скорость его заметно снизится до 3 метров в секунду. Небо по-прежнему пасмурное, полностью затянутое облаками. Но дождь, если и возможен, то не сильный и кратковременный. Так что одеваемся немного теплее и дышим весенним воздухом в полную грудь. Таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация и контакты на сайте. В студии были Рубен Данов и Алина Николаева. Всего доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова